Привет всем! Благослови всех Господь и сохрани всех Господь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я сегодня хочу поговорить про, опять же, важную тему в нашей жизни, важную тему вообще в человечестве. Что произошло? Почему было это падение человека? Почему человек не сделал так, как Бог хотел? Начало греха. Библия, Слово Божие, книга, Бытие, 3 глава, с 1 стиха. Из всех диких зверей, которых создал Господь Бог, самым хитрым был змей. Он спросил женщину, правда ли Бог сказал, не ешьте ни с какого дерева в саду. Женщина ответила змею, мы можем есть плоды с деревьев сада. Но Бог сказал, не ешьте плодов с дерева, которые посередине сада, и не трогайте их, иначе вы умрете. Нет, вы не умрете, сказал змей женщине. Просто Бог знает, что когда вы съедите их, ваши глаза откроются, и вы станете как Бог, познав добро и зло. Тогда женщина увидела, что плод дерева был хорош в пищу, и приятен на вид, и что дерево было желано, как источник мудрости. И она взяла один из плодов и съела. Она дала плод и мужу, который был с ней, и он ел его. Их глаза открылись, и они поняли, что наги. Тогда они сшили себе повязки из листьев инжира. Подул ветерок, и они услышали, как Господь Бог ходит по саду. Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада. Но Господь Бог вызвал к Адаму, где ты, Адам, ответил, я услышал тебя, в саду испугался, потому что я наг, вот я и спрятался. Он спросил, кто сказал тебе, что ты наг? Ты ел плоды дерева, с которого я запретил тебе есть. Адам ответил, женщина, которую дал мне, ты дал мне, чтобы она была со мной, это она дала мне плод с того дерева, и я съел его. Тогда Господь сказал женщине, что же ты сделала? Женщина ответила, змей обманул меня, вот я и ела. Тогда Господь сказал змею, за то, что ты сделал это, проклят ты больше любого скота и всех диких зверей. Ты будешь ползать на брюхи, ты будешь есть прах во все дни твоей жизни. Я положу вражду между тобой и женщиной, и между твоими потомками и потомком. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятую. А женщине он сказал, я мучительно сделаю беременность твою. В страдании ты будешь рожать детей. Ты будешь желать мужа, и он будет властвовать над тобой. Адаму же он сказал, так как ты послушался жены и съел плод с дерева, о котором я велел тебе не ешь от него, проклятая из-за тебя земля. В тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни твоей жизни. Она произрастит тебе колючки и сорняки. Ты будешь питаться полевыми злаками. В поте лица своего ты будешь есть свой хлеб, пока не вернешься в землю, из которой был взят. Потому что ты прах, и в прах ты вернешься. Адам назвал свою жену Ева, потому что она стала матерью всех живущих. Господь дал одежды из кожи и одел в них Адама и его жену. Потом Господь сказал, познав добро и зло, человек стал теперь как один из нас. Нельзя, чтобы он протянул руку и сорвал плод также из дерева жизни. Съел его и стал жить вечно. И Господь Бог изгнал его из сада Эдем, чтобы он трудился на земле, из которой был взят. Изгнав человека, он поставил на востоке от сада Эдем Херувимов и возвращающийся племенный меч, чтобы охранять путь к дереву жизни. Аминь. Это очень важные моменты, что я только что прочитал. Как человек просто отошел от Бога. Не то, что отошел, а просто он не сделал то, что хотел от него Бог. И это очень, очень большая катастрофа у каждого из нас, когда приходит момент, когда мы делаем решение, когда мы думаем, о, почему это так? Когда сатана нам говорит, о, это не ты. Это не Бог тебя восстановил, а ты сам встал на ноги. И зачем тебе давать хвалу Богу? Что у меня недавно такая ситуация произошла. Реально, как будто сатана говорил мне, это же Бог. Ты же сам успокоился, ты же сам старался, ты же сам что-то делаешь для этого. Понимаете, как он подходит? А цель этого змея и вора, знаете, какая? Чтобы вы отошли от веры, чтобы сбить вас в пути просто. И это его же не отцель. Он хитрый, он подходит. Видите, здесь пишет хитрый хищник такой, да? Очень важно просто жить и делать то, что скажет Бог. Это мне конкретно вчера было откровение вечера. Мы просто должны жить, например, читать Библию и поступать так, в духе. Делать то, что сейчас хочет от нас Бог. Видите, это дерево, он сказал посередине, просто не трогайте его. Всё. Так же и Бог очень много изучать, очень хорошо Писание, конкретно знать его Слово Божие. И Дух Святой нам всем в конкретное время скажет, как нам поступать. Но мы должны просто держаться за Него. Просто вот как стоит, например, когда вы едете на машине, стоит там 70, знак скорость 70. Вы просто должны этому держаться. Вот пример вообще езда на машине. Если там стоит знак 30, едьте так, как там стоит. Всё. Вам больше ничего не надо. Если вы едете больше, во-первых, вы едете, вы себе делаете штраф. Во-вторых, вы можете разбиться. В-третьих, вы можете и другому плохо сделать. Из-за этого я говорю. Живите так, как хочет Бог. И не слушайте. Из-за этого змея, когда он к вам подходит. Он подошёл к жене, к Еве подошёл. Он хитро подошёл. Сказал, типа, ничего страшного не будет. Ну да, ты просто начнёшь. Он красивый этот плод. Ты покушаешь его красивый. Ты начнёшь видеть всё. Ты станешь как Бог. Да, ты познаешь, что такое добро и зло. Ты всё узнаешь. И как он подходит, просто чтобы ты не слушал Бога. И тогда женщина увидела, что плод дерева был хорош в пищу и приятен на вид. И что дерево было желанно, как источник мудрости. Как она повелась на это дерево. И почему-то на яблоко на это. И тогда она взяла. И не то, что сама взяла. Она ещё дала Адаму. А Адам тоже, он как от неё был зависим. Как он тоже попался. Из-за этого я всем говорю. Идите. Каждый из нас должен просто стараться жить так, как хочет Бог. Структура Бога в жизни, в семье должна быть. Если нету семьи, то же самое главное, чтобы Бог был. А Бог даст. Бог должен дать нам человека, который поможет нам состояться в Боге. Я говорю, так же жене и так же мужу. И так же потом детям. Чтобы дети познали истину. И дальше я говорю. Почему я это говорю? Что такое воля Божия в жизни человека? Чтобы мы жили, как хочет Бог. Это и есть воля Божия. Это и есть покаяние. Когда человек кается, извиняется, принимает Иисуса Христа как Спасителя. По вере. Мы спасаемся по благодати и милости через Иисуса Христа Спасителя. Мы приходим к Богу. Видите через Адама и Еву, что произошло. Какой грех зашёл в нашу ДНК. Мы как прокляты. Получается, как проклятие зашло. Да, это и есть проклятие. Мы пашем, как кишаки, чтобы заработать это. Когда женщина рожает, и у неё такие боли адские, сильные. И потом всё равно красивее. Но этого всего не должно было быть. И теперь Бог говорит, Он даёт теперь шанс каждому из нас, чтобы прийти к Нему и держаться за истину. И жить в истине. И чтобы эта истина жила через нас. Чтобы Дух Божий жил в нас. Этого хочет от нас Бог. И мы должны этому держаться. Потому что мы, люди, мы можем каждый день попасть под эти искушения. Вы смотрите, что творится в этом мире. Народ против народа. И многое, что люди вообще отходят сильно от Бога. Они ещё, во-первых, врут. Они говорят, что верят в Бога, не знают истин, не идут за Богом. Не хотят меняться. Говорят, что нет. Бог может изменить тебя. Может спасти тебя. Он может освободить тебя. Бог может дать тебе путь, истину и жизнь. В твоей жизни здесь. Он дал мне это. Он может и тебе дать. Но ты должен держаться за Него. Это единственное, что есть после покаяния. Это посвящение. Бог хочет через нас сходить. Он говорит, вы мой храм. Я буду ходить через вас. Вы мои дети. Вы мои сыновья. Стоит Библия. Вы называете меня Отцом Небесным. Иисус сказал учеником. У вас один учитель. Это Христос. Всё. Читайте внимательно Библию. Держитесь за Слово Божие. Чтобы оно жило у вас. Это очень важный момент у каждого христианина в жизни. Я оставлю это всё в описании начала греха. Потому что, чтобы мы понимали, что очень будьте аккуратны во всём, что вы делаете. И всегда проверяйте это. Стоит ли это в Библии. В Библии не просто так было написано. Да, Дух Святой будет ещё больше через нас. Иисус Христос сказал, я ухожу. Но вы будете ещё больше делать, чем я. Даже это стоит. Ну как так, если получается, что то, что сделал Иисус Христос, не хватит всех книг на земле, а Он говорит, вы ещё будете больше делать, чем я. Из-за этого просто мы должны довериться Ему и идти с Ним, чтобы Он нас проводил до конца этого пути на земле. Потому что венец жизни мы будем держаться всегда за Ним, не отступать от Него. И чтобы все люди познали истину. А истина это и есть Он, которая спасла меня и которая спасает каждый день. Не даёт дьяволу зайти опять. Он хочет опять украсть. Он хочет украсть твою веру. Он хочет убить твоё тело. И Он хочет, самое главное, Егошняя цель погубить твою вечность. Чтобы ты был разочарован в Боге. Сначала Он, как этот змей в саду, когда Он подошёл. Сначала Он тебе всё красиво говорит, ничего страшного. Ты чуть-чуть можешь укусить. Ты чуть-чуть можешь выпить. Ты чуть-чуть можешь наврать. Ты чуть-чуть можешь обмануть. Ты чуть-чуть можешь отойти. Это же не страшно. Это всё нормально. Это всё простимо. Ты не упадёшь. Ты чуть-чуть согрешишь. Но ничего не случится с тобой. Ты выйдешь. Всё. Всё обман сатаны. Если ты отходишь от Бога, ты идёшь в очень большое заблуждение. И не дай Бог, жизнь человека заканчивается без Бога Иисуса Христа Спасителя. Это ад и вечный огонь. И я никому этого не желаю. Я желаю, чтобы каждый человек познакомился с истиной. Я желаю, чтобы каждый человек начал жить так, как хочет Бог. Я желаю, чтобы в жизни человека началась настоящая жизнь через нашего Спасителя Иисуса Христа. Я благословляю вашу жизнь и всех, кто это слышит. Пусть Бог каждому из нас даст спокой, мир, путь в жизни и сохраняет все наши пути. Благослови вас, Господь, и сохрани во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо тебе, Господь, что ты спас меня, когда я умирал, что ты меня вытащил из этого ада уже здесь на земле и дал мне свой путь, истину и жизнь. Спасибо тебе, Иисус Христос, мой Спаситель. Аминь.